Можжевельник скальный. Описание, лучшие сорта, посадка и уход. Многие любители садового дела знают, что собой представляет можжевельник скальный. Этот небольшой кустарник часто используется для декорирования участков. Нередко его можно встретить в скверах и парках возле административных сооружений региона. Для ландшафтного дизайна сегодня выведено множество сортов культуры, о которых рассказывает эта статья. О культуре. Вечно зеленый хвойный кустарник называется можжевельником скальным. Культура относится к семейству можжевельника из рода кипарисовых. Местом произрастания считается горная местность Северной Америки, высотой от 1,5 до 2,7 метров над уровнем моря. Отдельные виды встречаются на территории Канады, Британской Колумбии, Юго-Западной провинции Альберта, США и Северной Мексики. Можжевельник скальное растение отличается продолжительностью развития жизни. Особые экземпляры существуют более тысячи лет. Как декоративная культура известна с 1839 года. В России можжевельник скальный активно выращивается еще с 60-х годов прошлого века. Первым делом было начато выращивание культуры для целей сельского хозяйства. Можжевелого эти древесины ценился за крепость и долговечность использования. Изготовление первых бытовых предметов из этого материала было замечено в Северной Америке первыми индийскими поселениями. Такие предметы в быту отличались длительностью применения приятным цветом и ароматом. Интересно. Нередко можжевельник скальник применялся в медицине, способствуя заживлению небольших повреждений для лечения проблем суставов и кожи. Описание и культуры Культура представляет собой кустарники и двудомные деревья. На родине и природе такие растения могут достигать 18 метров в высоту при обхвате ствола от 0,8 до 2 метров. Садовые виды отличаются размерами в меньшую сторону. Начиная с основания, растет крона неправильной конической формы, которая постепенно округляется. Расцветка листвы может варьироваться от темно-зеленого до сейро-синего цвета. Отличной чертой растение считается красновато-коричневый. Цвет коры и бледно-голубой окрас молодых стеблей. Листва супротивно расположены с яйцевидно-аромбической формой пластины, зачастую напоминая чешуйки, длина которых не более 0,2 см, диаметр 0,1 см. Расцветка листвы может варьироваться от темно-зеленого до сейро-синего цвета. Плоды отличаются интересной шаровидной формой темно-синего цвета с характерным голубоватым хвойным налетом. Длина может варьироваться от 0,4 до 0,6 см. Первое созревание плодов происходит только к концу второго года после посадки. Внутри шишка скрывает темя буро-красного цвета диаметром не более 50 мм. Лучшие сорта В результате селекции мир знает не один сорт культуры, они постепенно завоевывают доверие садоводов. Селекционерами Америки выведены следующие популярные сегодня сорта, посадка которых осуществляется в средних широтах – можжевельник скальной блю и рул. Высота растения может меняться от 150 до 250 см. Особенностью считается узкая колоновидная крона, шириной не более 50 см. Хвоя иглообразная, зелено-синего окраса, чешуйчатая, с металлическим отливом – можжевельник скальный блю и рул. Блю Хейвен – невысокие. Кустики – высоту 0,2 м. Имеет пирамидальную крону, ширина которой 0,1 м. Цвет растения – круглый год светло-голубой. Можжевельник Блю Скай – один из немногих зимостойких видов, достигает 6 метров высоту при 10-летнем возрасте. Отличается узким и стройным стволом и прямыми, примыкающими стеблями. Хвоя подобна другим видам – чешуйчато-зелено-серого цвета. Больше всего подвержена атаке грибковых инфекций – Моффет Блю. Отличие сорта – зимостойкость. Плотная широкая крона пирамидальной формы. Хвоя – зеленовато-синяяя. Максимальная высота 6 метров при ширине кроны в 130 сантиметров. Не любит избытка влаги, что делает невозможным выращивание сорта в регионах с повышенной влажностью. Мунглуб похож на Блю Хейвен по многим показателям. Единственное отличие – окрас хвой синий-серебристый, который становится еще ярче в зимнее время – Сильвер Кинг. Куст с широкими раскидистыми ветвями. В 10-летнем возрасте достигает 60 сантиметров в высоту, с шириной крон до 2 метров. Как и у всех, хвоя чешуйчато-голубого оттенка – Тайбальто Блю имеет характерную крону овальной формы с синий-серебристым окрасом. После 10 лет со дня посадки растение имеет компактные размеры – 2 метра высоты при размахе кроны до 2,5 метров. Вичито Блю имеет распростертые ветви, максимальная ширина которых – 150 сантиметров, при высоте 10-летнего дерева – 40 сантиметров. Цвет серебристо-голубой. Вичито Блю помимо видов описания которых представлено выше, в садоводстве используются также и другие. Можжевельник Фишт Грин. Эректа Мидора Грей Глиммэ Т. Д. Особенности агротехники. Посадка. Кругой год можно сажать кусты с закрытой корневой системой. Высадка саженцев с открытыми корнями в открытую землю осуществляется исключительно после прихода весны и достаточного прогрева грунта. Не дожидаясь начала сокодвижения. При соблюдении правила агротехники ухода за деревцем не составит труда. Выбирая место для высаживания, нужно предпочесть солнечное открытое пространство. Следует следить, чтобы расстояние к грунтовым водам составляло хотя бы около 10 метров. Для низкорослых сортов нужно выбрать бедные грунты, иначе карликовое свойство останется в стороне. Полноценные виды выращиваются в питательной почве на открытых территориях. Выбирая место для высаживания, нужно предпочесть солнечное открытое пространство следует учесть. Размер ямы под деревце должен хотя бы в два раза превышать объемы корневой системы. Карликовые сорта высаживаются с промежутком 50 сантиметров. Для высоких представителей культуры дистанция нужна побольше, учитывая ежегодный прирост не только высоты, но и объемы крон. Первым делом дно ямы устилается дренажным слоем, его толщина должна быть не меньше 20 сантиметров. Можно использовать битые камни, кирпич или щебень. Следом в посадочную яму опускают куст, засыпая все смесью торфа, дерновой земли и песка, пропорция 2-1-1. Теперь свежепосаженный куст нужно обильно полить, дождаться полного впитывания влаги. Слой мульчи должен быть не менее 8 сантиметров, состоять из торфа, щепа, опилок или сосновой коры. Сажать деревце нужно обратить внимание, чтобы корневая шейка после посадки была на одном уровне с поверхностью земли. Слой мульчи должен быть не менее 8 сантиметров важно. Чтобы аккуратно вытащить саженец из горшка предварительно, за несколько часов до высадки, горшок нужно поместить в емкость с водой. Таким образом, деревце можно будет извлечь из емкости, не повреждая корни. Все это поможет растению лучше прижиться. Уход в большей массе скальник ценится именно за неприхотливость. При этом нужно понимать, что, независимо от обеспеченного ухода, первые годы рост деревца замедляется. Для полноценного развития недавно посаженный можжевельник поливает несколько раз в месяц, при условии отсутствия природных осадков. Дополнительно рекомендуется опрыскивать кустики теплой водой исключительно в вечернее время. Взрослых представителей поливают только в периоды засухи, при этом за сезон их можно увлажнить не более нескольких раз. Категорически запрещается использовать для подкормки можжевельника органические удобрения. Молодым деревьям достаточно одной подкормки, проводимой в переходящий период с апреля на май. На одно ведро воды используют 20 грамм Кемира универсал либо вносят нейтралмофоску из расчета 30-40 грамм на квадратный метр. Растениям, которые прижились, удобрения не требуется. Кемира универсал необходимость ухода в зимний период может быть обусловлена особенностью сорта. Для колоновидных деревьев может понадобиться струшивание снега с ветвей, уберегая их от повреждений под весом. Также осенью можно стянуть ветви, прижимая их к стволу, чтобы кроны не ломились от обильных снегопадов. Болезни и вредители Больше всего хвойные деревья страдают от грибковых инфекций. Заболевания и вредители, от которых страдает можжевельник, ржавчина, грибок, проявляющийся наростами насыщенно-оранжевого цвета. Для борьбы с ним срезаются пораженные участки и обрабатываются любым фунгицидом, трахеомикоз, фузариозное увядание, заболевание. Корневой системы, связанная с переувлажнением почвы. Рекомендуется заменить свежей землей верхний слой, срезать пораженные части, опрыскать поверхность почвы под верхним слоем фунгицидами. Против грибковых инфекций, усыхание ветвей, начинает отмирать хвоя, желтеть ствол, начинает покрывать маленькие плодовые грибы. Для лечения удаляют пораженные ветви и другие участки, все деревцы обрабатывают фунгицидами. Ландшафт. Можжевельник Мунглоу слабо распространенная культура постепенно набирала популярность. Сегодня можжевельник скалистый активно используется при создании дизайнерских композиций на частных усадьбах и общественных территориях. Такие кусты помогают создавать зоны отдыха, максимально приближенные к природным условиям. Различные сорта отлично смотрятся без дополнительных элементов ландшафтного дизайна и могут сочетаться с другими растениями. Популярнее всего можжевельник Мунглоу в ландшафтном дизайне, благодаря компактным размерам и интересному цвету. Особенно эффектно растение смотрится в зимнее время, когда его окраска на снежном фоне становится еще ярче. Популярность скальника в ландшафте обусловлена не только простотой в уходе и содержании, но и необычными геометрическими формами. Нередко можжевельник становится выгодным фоном для других насаждений, дополняя различные дизайнерские композиции. Культура отлично подходит в случаях, когда создается ландшафт сада по мотивам Японии и для украшения больших альпийских горок. Крона можжевельника скального довольно эффектна за счет того, что она геометрически правильная и четкая. Его зачастую используют как фон для иных растений, либо в качестве центрального звена в садовой композиции. Это растение превосходно подойдет для тех участков, которые оформлены в английском либо скандинавском стиле, еще можжевельник будет прекрасно смотреться в альпийских либо японских садах. 00.VoutArticleRating